Париж. 24 сентября 1990 года. Знаменитый русский эмигрантский ресторан. Только здесь можно увидеть лучшее шоу а-ля Рюс. Посетители ждут выступления нового артиста. На сцену выходит уже немолодой певец. После первых же нот стихает шум ножей и вилок. Номер будет исполнен на бис несколько раз. Позже за кулисы к певцу придет один из посетителей и спросит. Простите, я журналист, когда-то работал в Москве. Вы ведь Эдуард Хиль, мистер Голубой Огонек? Вы больше не поете у себя дома? Вы что, эмигрировали? Хиль ответит. Нет, я здесь работаю, но домой обязательно вернусь. Адресованная другу ходит песенка по кругу, Потому что круглая земля. А адресованная другу ходит песенка по кругу, Потому что круглая земля. Субтитры создавал DimaTorzok В конце 60-х Эдуард Хиль окажется первым из советских певцов, интервью с которым будет опубликовано в западной прессе. С броским заголовком «Мистер Голубой огонек». В годы, когда не существовало никаких хит-парадов, рейтингов, все измерялось только одним – приглашают ли тебя на телевидение. Один эфир и тебя знает и любит вся страна. Эдуард Хиль не пропустит почти ни одного «Голубого огонька», ни одного праздничного концерта. Однажды, когда он не сможет приехать на песню «Года», зрители завалят центральное телевидение письмами и телеграммами с одним вопросом – где Эдуард Хиль? «Это было недавно, это было давно…» Через много лет тот же вопрос будут задавать в родном Ленинграде. Но на этот раз Эдуард Хиль исчезнет на несколько лет. Изредка его песни будут звучать по телевизору и радио. Его имя не будет появляться на афишах. Концертов практически не будет. А двери многих концертных залов украсят замки. Тяжелые годы, они уже как бы забылись. Я помню, что я иногда встречал на улице людей, продававших либо книги, либо помидоры. Это были солисты Ленинграде. Концерты. Начало 90-х годов, ну что вы, это кошмар какой-то. Тихий ужас. Когда вдруг закончилось все. Все обрубилось. Ни радио, ни телевидение, никому не нужен. Пошел отсюда. Вон. Все было. И жуткие залы, и холод, и отсутствие воды в гостинице. Не просто даже горячее, и холодной бывало, и отсутствие возможности поесть. В митинговые 80-е многие не заметят исчезновения знаменитого певца. Его начнут разыскивать журналисты. К расследованию подключится король репортеров Александр Невзоров. В один прекрасный вечер с экрана он выдает сенсацию. До чего докатился Эдуард Хиль. Поет в парижском кабаке. В легендарное кабаре «Распутин» Эдуарда Хиля рекомендует подрабатывающий там знакомый солист ленинградской оперы. Ему зададут только один вопрос. «Можете ли спеть вечерний звон?» После исполнения с ним сразу же заключат контракт. Я не думаю, что это было простое решение и легкие годы. Там он работал в ресторане, если я не ошибаюсь. Это определенный, определенная публика, определенные требования. Ему пришлось не сладко, хочу сказать. Именно поэтому он поехал во Францию, чтобы хоть как-то, хоть чем-то помочь семье. В начале 90-х в поездке...